Друзья, мне очень рада все-таки с вами наконец-то с вами опять же встретиться. Ну у меня такая природа. Хорошо. Поговорим, давайте поговорим о природе. Вместе с природой мы с вами или не вместе мы с вами с природой. Можем ли с вами что-то сделать? Помогает нам природа или мешает? Что такое природа вообще? Поехали! Слово природа как раз таки это одно из тех слов, которые очень часто используются не в попад. Давайте разбираться, что такое природа. Можно сказать, что природа это обычный порядок вещей. Однако же есть случаи, когда это слово пишется с заглавной буквы. Благодаря агностикам либо атеистам природа уже в какой-то момент начинает сравниваться со Всевышним, с Богом. Одним из примеров удобного использования это мать природа. Как пишется мать природа. Мать природа с большой буквы. Два других более формальных определения тесно связаны между собой. Согласно одному из таких определений природа это вся совокупность бытия. Второе же определение это природа как совокупность законов мироздания. Правила, частицы мироздания и все живое то что в нем есть. То есть еще раз давайте поймем природа это все мироздание либо же это совокупность частиц в этом мироздании. Люди занимающиеся естественными науками очень часто в принципе отходят от этого понятия природа. У них хватает других терминов. Если они занимаются землей, то они называют это землей. Хотя для нас это с вами природа. Посмотри какая красивая природа. Если они занимаются биологией, то там достаточно своих терминов. Хотя для нас с вами это тоже правило природы. Природа, природа, природа. Все природы. Есть еще одно очень ошибочное мнение, что чаще всего человека отделяют от природы. То есть якобы человек, он живет в природе, но это не то же самое. Есть человек, а есть природа. Мы питаемся от природы, мы одеваемся за счет природы, мы ее иногда портим, иногда мы ее спасаем, но человек отдельно. Природа отдельно, человек отдельно. Это мнение ошибочно. Почему? Потому что не может быть в одном месте чего-то отдельного. Мы либо с природой и мы с ней живем и тогда мы часть ее, либо это бред. Уж простите меня, мои дорогие друзья. И это утверждение имеет поразительное побочное следствие. Если мы с вами говорим, все мы знаем, да, вот вдруг цунами. Вдруг пожары. Откуда? Почему? Ну, бывают пожары, к сожалению, и по нашей вине бывают. Но вдруг, если лес загорелся сам, потому что солнце нагрело листву, листва загорелась, получается, что якобы природа может делать все, что ей заблагорассудится. И тогда, если мы с вами часть этой природы, получается, что мы тоже можем делать все, что нам заблагорассудится. Если же мы не часть этой природы, то получается, что есть что-то помимо нас, с вами, нас окружающие, которое может с нами как-то соперничать. Согласитесь, это звучит само по себе очень здоровски, неправильно и нелогично. Потому что в конце концов получается, если же все-таки мы с вами венец природы, венец творения, так мы должны как-то себе эту природу подчинять. Но мы только что с вами сказали, что природа может сделать сама все, что ей заблагорассудится. Значит, мы не такие уж и всемогущие. Но нет, мы говорим, что мы, да, всемогущие. Тогда единственное вытекающее из этого следствие то, что мы с вами, да, являемся частью природы. Теперь, если уж мы с вами являемся частью природы, мы с вами разумны или нет? Нам приятно думать, что да. И это действительно так. Мы с вами разумны. Можно ли сказать, что моя левая рука разумная? Давайте подумаем. Она может сама думать? Нет. Но она может писать, правильно? Голова писать не может. Рука моя может писать. Что она пишет? Разумные мысли. Значит, она разумна и да и нет. Но я не могу абсолютно сказать, что она неразумна, потому что это звучит вздорно. Но я не могу сказать, что она неразумна, потому что это тоже звучит вздорно. Непонятно. Как я могу, да, сказать, это будет действительно правильно? Что моя рука является частью разумного тела? Все, что есть в природе, вода, леса, горы, это все часть разумного мира. И если уж мы с вами часть природы, то значит природа сама по себе тоже разумна. Иначе быть не может. Мы не можем, разумные существа, жить в неразумном мире. Это нелогично. Теперь с другой стороны, мы видим, что все-таки в конце концов человек отличается от всех остальных живых существ. Это понятно нам с вами. Даже если мы не будем сейчас говорить о каких-то там теологических вопросах, там, что у нас есть душа, у деревьев нет души, не факт. Да, опять же, но если мы не будем этого касаться сейчас глубоко, мы в любом случае видим разницу между нами и всей основной природой. Но интересная штука. У животных нет такой возможности в их головах, у них не появляется никогда мысль, у лесы никогда не появится мысль о том, что она отделена от природы. Но мы с вами можем такое подумать. И в точности наоборот. У животных по отношению к нам, они знают, что мы с вами есть, тоже не возникает мысли, что человек отделен от природы. Мы для них тоже, как они для нас. Леса для нас это часть природы. Мы для лисы, люди тоже часть природы. Получается, все это, это природа неотделимая. Она, да, состоит из каких-то моментов, каких-то кусочков, но она, это все природа. И она взаимодействует между собой. Главное отличие человека от всей остальной природы вокруг него и от всех остальных животных, это свобода выбора. Самый благочестивый тигр никогда не сможет вдруг решить стать вегетарианцем. Он может выступать в цирке, слушаться своего укротителя, но он любит мясо. Он всегда будет его любить. Человек может вдруг решить, хочет он охотиться или не хочет он охотиться. Будет он есть мясо или не будет он есть мясо. Всегда есть свобода выбора. Другой вопрос, какие последствия после этого пойдут. Но свобода выбора существует. Животные, они руководствуются своими инстинктами. У человека же такого момента нет. Свобода выбора. Это то, что нас с вами отличает. И благодаря этой свободе выбора мы с вами научились изменять природу вокруг нас. Во-первых, мы научились делать какие-то орудия. Мы с вами благодаря этим орудиям начали придумывать другие орудия. А эти орудия переросли в какие-то потрясающие масштабы. Мы с вами придумали самолеты, автомобили. И теперь, в этот момент, природа вокруг нас и вид вокруг нас этой природы, он меняется. То есть мы с вами в какой-то мере, да, можем изменить природу. Еще одна отличительная черта человека от всех остальных живых существ, это наше поведение. Ни одно из живых существ, кроме как человека, не носят одежду. Мы с вами любим носить одежду разную, с разными стилями. Животным не нужна одежда. Иногда мы на них и одеваем, что выглядит тоже, иногда, согласитесь, смешно для кого-то, да, но сами по себе я сомневаюсь, что где-то сидит какой-то зайчик, начинает думать, м-м, скоро холодает, пора бы мне прикупить себе новую шубку. Нет. Человек же думает об этом. Нужно носить одежду, то есть нужно прикрыть свою наготу. Также есть очень непонятное, в принципе, наверное, для животных поведение человека. Мы с вами единственный вид, который с самого его появления в этом мире занимается тем, что сами себя уничтожают. Мы уничтожающий вид. Сами себя. Без какой-либо причины. Когда тигр нападает на тигра, у него есть на это хоть какая-то причина. Он, может быть, защищается, что-то такое. Но человек может уничтожить другого человека, потому что он разозлился. Не пытаясь там, да, понять, почему и как, сесть, выпить вместе чашечку кофе. Просто начинаем просто друг друга дубасить. Это нелогично. У животных, по крайней мере, у большинства животных, нет такого в природе. И вот все эти вещи, которыми мы с вами занимаемся, это приводит нас иногда, может быть, к нелогичным, но открытиям. Как я уже сказал до этого, мы меняем природу вокруг нас. Мы почему-то постоянно желаем придумывать что-то новое и новое, еще, еще, еще. И после этого это вытекает в очень интересный момент. Смотрите, мы не умеем летать, но мы придумали самолет. И мы летаем быстрее, чем орлы. Мы не умеем бегать, как бегают лани или какие-то другие животные, но мы придумали автомобиль, который позволяет нам перемещаться намного быстрее, чем все остальные животные. То есть, как бы мы настолько уязвимы, но, с другой стороны, мы настолько мысленно развиты, что мы можем нашу с вами природу в самих же себе переделать и дать себе такие свойства, которые нам сама природа-мать, уж извините, я это так здесь использую, не дала. Но, однако же, все наши чувства, они не работают так, как они работают у других. Человек, к сожалению, не может по запаху определить, где его дом. Он иногда даже по запаху не может определить, испортив свой кусок мяса или нет. Мы не можем, как птицы, видеть в темноте сами по себе без каких-то дополнительных вещей. Но мы их придумываем. Так же, как мы придумали самолет, так же, как мы придумали автомобиль. Живую природу можно представить в виде оркестра, где у каждого есть своя партия. Флейту нельзя заменить тромбоном, тромбон нельзя заменить саксофоном, скрипку тяжело заменить барабанами. Паук умеет плести паутину, лиса не умеет плести паутину. Мы же способны с вами разрушать, создавать, созидать, возвращать к жизни. Мы с вами и все эти способности, которые есть у нас, это наша необычайная природа, которая не исключает нас из всех остальных. Это важный момент. Так же, свобода выбора позволяет нам совершать какие-то вещи и какие-то действия как во благо, так и наоборот. Она дает нам возможность сделать что-то, что абсолютно противоречит нашим интересам. Как говорили философы, что мы можем быть уверены, что яблоня никогда не будет плодоносить виноградом. Но нельзя быть уверенным в том, что человек, который сегодня думает так, завтра не будет думать иначе. Философы также в древности утверждали, что наличие человека как положительных, так и отрицательных качеств связано с тем, что он отделил себя от природы, от естественных инстинктов. И что взамен на это он получил свободу выбора, который порой приводит его к крайне отрицательным моментам. И, конечно, такой вопрос, как что такое естественно, он не очень важен для человека. В конце концов, почему он должен быть для меня лично важен? Не только я изменяю природу. Саранча может налететь на какое-то поле, опустошить его. Это тоже нелогично. Окей, саранчи сейчас хорошо, но люди, которые с этого поля кормятся, им плохо. Тайфун может напасть на город и принести очень разрушительные последствия. В конце концов, чем я хуже? Природа сама иногда выдает такие вещи, что... Но разница лишь в том, что тот момент, когда саранча опустошает поле, она может опустошить раз, два, три. Но мы с вами благодаря нашим действиям и улучшению природы привели в этот мир такие действия и такие разрушения, чтобы природа изменилась. Изменилась неправильным образом. Саранча не может убить природу так, как можем убить ее мы, если очень сильно захотим. Неограниченная свобода выбора требует от нас с вами остороженности, взвешенности, чего иногда, прямо скажем честно, нас не хватает. Поэтому в определенных рамках нам нужно с вами сдерживаться. А к чем это я? Если мы очень с вами сильно захотим именно в этом месте прорубить колодец, наверное, надо 33 раза продумать. Для человека это будет полезно, но будет ли это полезно для природы? И если мы можем прорубить колодец еще 5 метров от того места, где мы с вами хотели только что его сделать, и это для нас с вами не так важно, но природе от этого не будет хуже, давайте сделать так. Ну, честно, честное слово. Наши интересы порой, нас же самих потом и погубят. Потому что потом, когда мы все-таки с вами выруем этот колодец, и пройдет 10-15-20 лет, что-то там какая-то почва начнет двигаться, и колодец не то, что не поможет людям добывать воду, а наоборот, эта вся почва как-то начнет портить жизнь окружающим, в конце концов, кто это сделал? Не природа это сделала, дорогие мои друзья, это сделали мы с вами. Именно поэтому нам с вами очень важно уяснить законы природы и понимать, что такое природа. одно дело в физических каких-то там понятиях и аспектах, а другое дело в экологии. Именно поэтому нам с вами очень важно уяснить допустимые рамки и недопустимые рамки законов природы. Если мы говорим про физические понятия и физические изменения, с ними еще более-менее как-то ясно. Но экология, с ней нужно быть очень аккуратными, потому что, в конце концов, мы с вами живем в этой природе и в этой экологии. В свете всего вышесказанного поднимается очень интересный вопрос. Может быть, нам стоит остановиться, прекратить наши действия, развитие наших заводов, всего остального, нашей науки, и, может быть, вернуться к истокам, ну или как минимум остановиться на том моменте, где мы сейчас с вами находимся. Может, это все-таки будет лучше для природы, для нас с вами. Здесь можно начать с классических операций, можно начать с женского макияжа. Что такое женский макияж? Ничего дурного здесь нет. Но женщина родилась таким-то образом, да, она выглядит вот именно вот так, а не иначе. В тот момент, когда она носит себе макияж, она меняет себя. Она, можно сказать, изменяет природу своего лица. И мужчина, и все окружающие, эту женщину видят ее немножко по-другому. Что здесь плохого? Или все-таки это ужасно и плохо? Может быть, все-таки, если мы вернемся обратно, к мирозданию, такими, как у нас Всевышний нас создал, да, мы снимем одежду, или, может быть, тогда эту слишком? То есть, возвращаться или не возвращаться? И возвращаться то куда? И на какую ступень? Потому что, если не вернемся, то, по всей видимости, мы просто загубим все, что вокруг нас. А теперь давайте представим себе, что мы все-таки решили вернуться и вернуться радикально назад к природе. А как? А куда? Мы с вами настолько долго живем в нашем вот этом ощущении свободы выбора и нашем развитии, что, может быть, уже даже забыли, что такое первоначальная природа наша с вами природа. В чем проблематика, если честно, очень простая. Как бы это ни звучало коряво и, может быть, немножечко даже неграмотно, нетактично, у нас с вами нету примера и пары у людей, с которыми могли бы взять, собственно, пример, извините за эту автологию, так, как нам себя вести. Если лиса, представьте себе, лиса, наша с вами любимая лиса, друг научилась разговаривать, допустим, ей дали свободу выбора, она научилась разговаривать, она научилась шить себе одежду, и вдруг у нее перенесли такой же вопрос, как у нас с вами сейчас, то есть возвращаться ли к истокам, она посмотрит в лес и увидит там лису, которая бегает без одежды, не разговаривает, бегает там за зайчиками, и она подумает, о, вот так, наверное, так стоит мне и жить. На кого смотреть человеку? Мы с вами настолько уже давно в этом всем живем, что, наверное, мы бы даже позабыли, как быть в природе, что такое по-настоящему быть частью природы. Из всего этого мы видим вот что, что сама проблематика свободы выбора нас с вами загнала в тупик. Сначала мы с вами решили, что мы отделяемся от природы и будем ее как-то улучшать. Улучшали, 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 улучшали. Потом мы понимаем, что все наши улучшения, благодаря нашей свободе выбора, они могут привести к тому, что эту природу мы просто уничтожим. А если мы уничтожим природу, то мы уничтожим себя. Ага, теперь тогда я, наверное, вернусь обратно. Но куда обратно? Если бы у меня не было возможности выбирать, возвращаться или не возвращаться, я бы просто продолжал бы развиваться. Может быть, из этого вышли бы какие-то ужасные вещи, но я бы не мучился свободой выбора. Свобода выбора нас с вами заставляет всегда качаться. Можно подумать о перспективах взаимодействия с природой. То есть давайте теперь сядем и подумаем, это природе плохо, здесь я вижу, что я уничтожаю, наверное, я перестану это делать. Но, может быть, это не будет согласовываться с самой природой. Опять же, кто решил, что для природы это хорошо, мы с вами решили. И если уж копнуть еще назад и вспомнить о дарвинском учении, что выживает сильнейший, то давайте, честно, положа руку на сердце. Это учение использовали многие народы. И это привело абсолютно, я думаю, что не к тому, о чем говорил дарвин. Это привело в каких-то ситуациях к геноциду человеческому. И это уж явно против природы. Человек уничтожает человека. Это, не думаю, что это то, что хотел Всевышний. Давайте тогда теперь ответим же на этот вопрос. Как нам с вами поступать? Откуда брать вот эту модель природы? В Талмуде существует очень интересное высказывание. Даже если бы мы не получили закон, мы могли бы научиться многому у животных. Закон имеется в виду Тора или Святое Писание. Талмуд продолжает, что семейной жизни стоит поучиться у голубей. Они преданы друг другу, образуя постоянные пары. И среди них намного меньше разводов, чем среди людей. А гигиеническим навыкам у кошек, которые так мило и тщательно себя вылизывают. То есть, что мы здесь видим? Ну, серьезно. Как можно научиться от кошки чему-то полезному нам, высокообразованным людям? Нет, можно. Если мы просто хотя бы чуть-чуть откроем свой разум и обратим внимание на то, как Талмуд здесь описывает, что кошка следит за своей гигиеной, то мы можем понять, что действительно, гигиена – это важно. Если кошка настолько времени тратит на это, что, извините, это очень грубо звучит, но кошка столько времени тратит на свою гигиену, значит, в этом что-то есть. Пойду-ка, наверное, я тоже подумаю, как мне быть чистым. Голуби, которые создают пары. Ну, что может научить меня, высокоразвитого человека, от какой-то там птицы? Что я могу научиться? Нет, могу. Если мы будем постоянно создают пары и разводиться, то что из этого выйдет? Из этого выйдет хаос. Голуби живут в мире. Они общаются каким-то образом между собой, создают пары, у них рождаются маленькие детки, и маленькие птенцы, и все замечательно. Однако же, к сожалению, на кошке не написано. Смотрите, кошка очень много времени выделяет гигиене, это хорошо для человека. У голубя не написано. Смотрите на голубя, голуби такие семейные, у них все потрясающе. Давайте, берите с них пример. Не написано, и тогда человек, смотря на кошку, может подумать, что, может быть, стоит жить как кошка. Мы с вами прекрасно знаем, как живут кошки семейной жизнью. Мы с вами прекрасно видим, как голубь что-то там иногда в лужице пытается помыть. Если мы разумные люди, то мы подумаем, что лужица – это хорошо, это вода, может быть, вода как-то связана с гигиеной. Но если мы все-таки тогда еще, наверное, не были настолько продвинутыми в том плане, что вода очищает людей, когда они моются, то мы, смотря на этого голубя, который плескается, мы бы подумали, что, ой, какой он там грязный, как это неправильно, типа там все. Короче, мы могли бы придумать много всяких непонятных вещей. То есть в природе нет абсолютного значения. К чему я это все рассказываю? Мы с вами можем научиться у природы определенным вещам, которые нам помогут стать лучше, вести себя правильно, но можем научиться отрицательным вещам тоже. Мы должны, естественно, мы должны как-то с этой природой работать, улучшать ее, но мы не имеем права игнорировать все, что она нам дает. Потому что природа на той природе, мы часть природы. Всевышний создал ее таким образом, каким мы видим ее вокруг нас. Мы должны ее использовать, мы должны жить в ней, но мы должны четко понимать, что мы не имеем права игнорировать ее, но иногда мы можем использовать ее себе во благо. Это факт. Все вышесказанное можно проиллюстрировать очень интересным моментом. Вернемся снова к нашей любимой части – это сотворение мира Всевышнего. Когда Всевышний творил мир, Он обратился к кому-то там и сказал, сотворим мир по образу подобию, чему подобию, чему образу. Есть версия, что Всевышний обратился к ангелам. А есть версия, что Всевышний обратился к природе. То есть Он сказал так, что все, что есть в природе, я хочу, чтобы оно было в человеке. Скорость мышления такая же, как скорость орла, когда он летает в небе. Хитрость лисы, чтобы у человека была хитрость и понимание каких-то определенных моментов. Чтобы все, что есть в природе, было и у человека тоже. Из-за этого понятно, что мы не можем с вами оторвать себя от природы. Мы обязаны учиться всему тому, что она нам дает, что она нам показывает. Главное – использовать это верно. Дай нам Бог, чтобы нам хватало на это сил и понимания. Субтитры создавал DimaTorzok